Приветствую вас. Сложно с уверенностью вам сказать, прошли ли у вас чувства или нет, потому что всё равно очень многие вещи зависят от вас. Очень многое зависит от того, что вы чувствуете, очень многое зависит от того, что вы сами ощущаете. Вот. И именно это является определяющим фактором. Вот. Совершенно очевидно, что ваши чувства изменились к мужчине, ну просто потому что, если бы они не изменились, да. Вот. То вы бы, ну вы бы совсем иначе восприняли бы всю эту ситуацию. Вот. А так, получается, что вы явно охладили человека. Вот. Но, при том, что вы охладили, да, вполне возможно, что некие эмоции, какие-то эмоции у вас ещё остались, потому что слишком сильная отчуждённость, она тоже, в общем-то, свидетельствует только о том, что вы от чего-то защищаетесь. И защищаетесь вы от чего-то, наверное, достаточно сильно. Вот. Понимаете, о чём, о чём я хочу сказать. Вот. Поэтому здесь, в этом контексте имеет смысл всё-таки более детально с вами пообщаться, более детально, ээ, по, говорить о ваших, ээ, переживаниях, о ваших чувствах, о ваших эмоциях. Вот. О том, что вы говорите, что это были больные чувства, да. Это были больные, это была больная любовь, но почему она больная, да. То есть, ну почему именно она больная, что в ней больного, что в ней болезненного. Мне кажется, что это можно и нужно по исследованию. Потому что ваши желания, да, они, скорее всего, никуда не делят. Ну вот, ваши, эээ, потребности, которые стали основанием для именно болезненности любви. Вот. Поэтому, тут вот, нужно, нужно просто быть, ну, повнимательнее, скажем так. Вот. Я думаю, что примерно такой вам нужно дать ответ. Вот. Но, с другой стороны, если вас это беспокоит, с другой стороны, если вас это беспокоит, а если вас это волнует, вот, то, вполне может быть, что чувства еще все-таки не прошли. Вот. То есть, вот, такая история. Ну, в целом, конечно, желательно более подробно на эту тему с вами пообщаться, да, более подробно с вами на эту тему поговорить. Вот. Чтобы понять, что именно происходит с вами. Чтобы понять, как именно с вами происходит это. Вот. И дальше уже можно будет, в принципе, наверное, что-то вам рекомендовать. Вот. Примерно так. Сейчас слишком мало информации для того, чтобы дать вам однозначный ответ на вопрос, который вы задаете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку. В качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам разобраться в своих эмоциях. чувствах. Вот. Я желаю вам определиться с тем, значит, все-таки остались у вас чувства или нет. Если остались, то там, ну, как, соответственно, как и что делать дальше, да. Вот. Это очень важный момент. Вот. Ну и обязательно, конечно, разобраться в себе, потому что, как я и сказал, как я и говорил, точнее, я наглядно, что те эмоции, те чувства, те конфликты, конфликты, да. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ той модели поведения, которую вы выбрали по отношению к человеку. По отношению к мужчинам она вполне может дать о себе ещё знать. Вот она вполне может себя проявить, если не с этим мужчиной, то с каким-нибудь другим. И, конечно, хорошего в этом нет ничего. Поэтому очень важно, очень желательно, очень нужно, чтобы вы не закрывали на это глаза только-только потому, что это прошло или что это в прошлом, вот, и так далее. Очень важно, чтобы вы приняли свои желания, приняли свои противоречия. Вот. Понимаете, очень важно, чтобы вы это сделали, потому что если вы этого не сделаете, то ваша свобода, ваша свобода, она не станет реальностью. Вот. К сожалению. Понимаете, какая штука? Вот. Вот. И, соответственно, вот, вы будете там срабатывать. Вот. Ну, в контексте отношений. Такая вот история. Я надеюсь, что это было полезно вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.